Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим про биткоин коррекцию, какие ценовые цели она преследует, обсудим хорошие новости про PancakeSwap, после которых я его опять купил, NFT, RippleXRP, также я хочу показать тебе данные о том, что трейдеры покупают альткоины на этом падении биткоина. Обо всем этом и другом и будет сегодняшнее видео. И если тебе нравится такой контент, не забудь поставить лайк, меня это мотивирует на создание новых видео, а каналу помогает расти. Нас уже 124 тысячи, слишком огромная цифра, которой не было даже в моих самых смелых фантазиях. Но тем не менее, имеем что имеем. Хочу начать с большой молнии сразу, чего тянуть. Мы долгое время искали документы, копались в многочисленной информации, где RippleXRP упоминался не раз как актив, который поможет принятию цифровых валют центральных банков. До этого момента мы только лишь спекулировали. Но 14 апреля 2021 года Центральный банк Саудовской Аравии подписывает сделку с Ripple в работе над своей цифровой валютой. Просто вау! Несколько месяцев назад управляющий Центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов сообщил, что они сотрудничают с Банком Саудовской Аравии для того, чтобы выпустить цифровую валюту, с помощью которой будут проводить трансграничные платежи между двумя странами. Спустя эти несколько месяцев Центральный банк Саудовской Аравии раскрывает карты. Он заключил соглашение с Ripple. По словам банка, они будут использовать программное обеспечение Ripple для проведения трансграничных платежей. Соответственно, это первые два центральных банка в мире, которые вот-вот запустят систему платежей на основе Ripple, чтобы совершать трансграничные переводы практически мгновенно. Хочу подчеркнуть еще одну важную вещь. Центральный банк Саудовской Аравии предупреждает своих граждан от торговли биткоинами, так как биткоин находится вне контроля Центрального банка. Я все чаще слышу эту риторику банков. Интересно, что будет, когда повсеместно будет происходить запуск цифровых валют Центральных банков? Следующий шаг запрет биткоинов попахивает именно этим. В любом случае, это очень большие новости для Ripple. Теперь я хочу поговорить о биткоин-коррекции. Видимо, цена биткоина все-таки решила коснуться той самой 20-дневной средней скользящей впервые с октября. Мы уже говорили, что эта скользящая в булранах всегда служила хорошей линией поддержки. И все значительные коррекции на растущих рынках всегда ее касались. Поэтому я бы сказал, что если мы продолжим падать, то самой главной целью будет именно соприкосновение с 20-дневной средней скользящей. Это означает, что биткоин может упасть еще на 10%. Сейчас это около 43 800 долларов за биткоин. Именно там будет сильное сопротивление быков падающему рынку. Однако это не значит, что мы не можем пойти ниже этого уровня. Давай посмотрим на цикл в 2013-2014 годах. Мы видим, что цена биткоина падала и ниже этой скользящей, и возвращалась выше только спустя 2 недели. Кстати говоря, очень интересную мысль Ковин озвучил, послушай ее. Легко говорить на бычьем рынке, что я куплю биткоин. Но все намного сложнее, когда цена падает и ты покупаешь. Зато потом, постфактум, ты смотришь на график и говоришь, очевидно же, надо было здесь покупать. Цена растет и ты покупаешь где-то здесь. А затем наблюдаешь вот этот провал. В ужасе продаешь. И тогда с ростом цены ты задаешься вопросом, а будет ли еще одно такое падение скоро, так как перед этим целый год цена только и делала, что падала. Но исторически так сложилось, что те, кто покупает биткоин на таких просадках, чувствуют себя лучше, чем те, кто покупает биткоин только тогда, когда его цена взрывается в росте. Впрочем, с моей точки зрения, цена биткоина все еще находится в боковике. Посмотри на график. С февраля месяца цена болталась в диапазоне 25% и почти не изменилась. Что ж, ребята, как видно, эта просадка крипторынка на самом деле не так уж и страшна. Такое поведение для рынка нормально. Он двигается волнами. И чем выше волны были, тем круче будет коррекция после такого параболического роста. Хочется сказать также и то, что еще больше розничных инвесторов в скором времени придет на этот рынок. Ведь такие крупные площадки, как Robinhood и VBull, добавляют еще больше криптовалют. Например, XLM, Dash, ZEC и даже, даже, ребята, DoggyCoin. Все эти монеты были добавлены на протяжении месяца на VBull. VBull – это масштабная платформа для торговли акциями. Но в этом году они активно добавляют криптовалюты, так как видят на них спрос. Особенно хорошо, что и VBull и Robinhood имеют удобные мобильные приложения. Так что новым пользователям не составит труда работать с криптовалютой. Кроме этого, есть еще Visa, MasterCard и PayPal. Все они работают над тем, чтобы сделать криптовалюту более доступной. Также такие банки, как, например, Morgan Stanley и JP Morgan, работают над собственными криптосервисами, которые планируют запустить к концу 2021-го. Так что я определенно вижу новую волну розничных покупок на этом рынке. Yahoo Finance предупреждает о грядущей драме регулирования криптовалют. Я уже говорил о том, что, по моему мнению, регулирование криптовалют может привести краткосрочным волатильным потрясением на рынке. Регуляторы аргументируют, что биткоин не знает границ и вообще толком никак не урегулирован. Далее цитата Шейлы Уоррен из Всемирного экономического форума. «Мы увидим драматические попытки урегулировать эту индустрию», говорит она, имея в виду криптопространство. Так что, похоже, волатильность на рынке продолжится, особенно если будут и дальше выходить всякие страшные новости. Например, что Байден увеличил налоги уже не в два раза, а в четыре. Это может вызвать панику. Так уж работает манипулирование психологией. И, видимо, 20-дневная средняя скользящая так и ждет нашего прибытия. Теперь я хочу рассказать о классных событиях в PancakeSwap. Они очень быстро развиваются, как и курс их монеты. Когда я покупал их токен, они были на 45-м месте, а теперь же они занимают уже 33-е место. Очень быстро поднимаются в топ. Итак, PancakeSwap в версии 2.0 получит функцию сжигания токенов Cake. Теперь каждая сделка на PancakeSwap приведет к сжиганию токенов Cake. Как по мне, это бомбическая новость. К этому стремится Эфириум в своих новых обновлениях и IP1559. Но это уже будет работать с PancakeSwap с завтрашнего дня. Теперь подумай, с ростом платформы транзакций будет все больше. А значит и токенов Cake сжигаться будет тоже больше. Поэтому я настроен очень по-бычи к PancakeSwap. Думаю, у него будет хорошее будущее. На него даже эта масштабная коррекция очень слабо повлияла. Он потерял всего лишь 1 доллар на этом падении. Также они объявили о подготовке к переходу на PancakeSwap 2.0, в котором будут преимущества для холдеров Cake. Возможно, более привлекательные комиссии или что-то еще. Пока что неизвестно. Ведь пользователи прямо сейчас голосуют за то, что им нужнее. В любом случае, эти привилегии и преимущества будут стимулировать людей держать Cake, тем самым еще раз уменьшая его предложение. Понятное дело, при увеличении спроса с ростом их платформы, цена токена тоже будет расти. Интересно, что при падении доминирования биткоина ниже 50%, Ethereum достиг нового исторического пика. Это показывает, что в скором времени, похоже, начнется очередной бум альткоинов. Об этом говорит информация, которую предоставил Raycash Upadhai. Не знаю, как правильно читается это имя, если что, прошу прощения. Биткоин падает, но это не остановило трейдеров, которые покупают альткоины. Например, загружают позиции по Линку, Бенду и Квантуму. Множество новых розничных инвесторов, когда знакомятся с крипторынком, первой монетой покупают биткоин. Затем Ethereum. Но после этого они начинают исследовать криптомир и находят альткоины, которые кажутся им более привлекательными. Люди видят, как альткоины стреляют на 2 икса, 10 иксов. Некоторые вообще дают какие-то умопомрачительные проценты, в то время как биткоин топчется на месте. Так биткоин начинает терять доминирование. Соответственно, трейдеры покупают еще больше альткоинов, а доминирование биткоина снижается еще больше. И мы видим это на графике доминирования биткоина. Когда доминирование биткоина достигает своего дна, именно в это время альткоины достигают своего пика. И я хочу напомнить, что DaVinci J15 считает, что доминирование биткоина упадет приблизительно до уровней 12-16%. Так что места здесь еще полно для роста наших любимых альткоинов. Если мы пробежимся по графикам альткоинов, возьмем два альткоина, LINK и BENT, то увидим следующую картину. Обрати внимание на эту среднюю скользящую. Да и на эту тоже. И здесь, и здесь были покупки трейдерами этого актива. Выкупают очень активно именно по верхней средней скользящей. Ни одна свеча не закрылась ниже нее. Что показывает повышенный интерес трейдеров клинку, которая откупает его падение на этой средней скользящей. Такая же история повторяется и с BENT, только здесь уже больше покупок на нижней средней скользящей. Если вот эта дневная свеча закроется выше этой синей скользящей, это будет обозначать разворот тренда для BENT. В любом случае мы тоже видим повышенный интерес трейдеров к этому токену. Еще одна очень интересная новость. Голливудские звезды получат NFT в преддверии церемонии награждения. Да, это странно, но это так. NFT уже вышли за пределы торговых площадок уникального контента. Скоро Оскар превратят в NFT и будут им награждать актеров. Да уж, удивительные масштабы набирает эта индустрия. В статье написано, победитель в каждой категории получит дополнительную награду NFT. Поскольку NFT не существует в физическом мире, их раздадут в виде билетов, с помощью которых можно будет подать заявку на их получение через кошелек Portis. Сделано это для того, чтобы показать, что можно сделать с помощью NFT и повысить осведомленность людей об этих NFT. Что ж, это хорошие новости для принятия NFT и их дальнейшего роста. И осведомленность людей благодаря таким событиям тоже растет, потому что многие даже не знают, что это такое. Это большое событие, так как, возможно, некоторые люди, что следят за Голливудом и так далее, заинтересуются и, может быть, даже приобретут какие-то NFT. Что ж, ребята, на этом все. Надеюсь, ты сегодня не паникуешь из-за этого падения рынка. Все будет просто отлично. Я сегодня купил Ripple XRP и Pancake Swap и чувствую себя просто замечательно, даже если они завтра упадут. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал, телеграмм, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, поделиться видео с друзьями, прокомментировать и увидимся в новом видео завтра. До скорого. А, и обязательно богатей, кстати. Субтитры сделал DimaTorzok